В этом году телеканалу СТС в Курске исполнилось 10 лет. За это время в эфир вышло порядка 5000 программ. В кадре и за кадром поработали около 30 человек. Они сняли примерно 15 тысяч сюжетов. Но это все примерно, поскольку точное количество посчитать, конечно, невозможно. Зато мы можем назвать имя человека, который все 10 лет работал вместе с нами. Во-первых, он сам становился героем сюжета, а во-вторых, был своеобразным справочным бюро. Мы звонили ему, когда искали коллекционера слонов. Когда искали художника, который рисует кошек. Если мы не знали, куда в Курске отвезти гостей нашего города, приезжих звезд, то мы вели их к нему. Когда весь мир отмечал День Битлз, мы первыми были у него в галерее. В общем, пусть извинит наш следующий номинант, но мы без него никуда. Мы приглашаем на сцену Олега Радина, победителя в номинации «Союзник». Каждые две недели художник Олег Радин организует в своей галерее выставки. Открывает новые имена, сам участвует в необычных арт-проектах. Всеми творческими идеями Олег Михайлович охотно делится с журналистами. Надо подсказать контакты художников или устроить съемку, он всегда готов. Себя Радин называет ясно чувствующим и уверен, каждый художник немного экстрасенс. А журналисты СТС Курска могут утверждать, если дело касается культурной или исторической сферы, тут к экстрасенсам не ходи. Радин обязательно поможет. Олег Михайлович, мы поздравляем вас. А вручать диплом вам будет человек, который знает, как важно выбрать правильного союзника. Андрей Спельник, старший лейтенант воинской части 11-262. Вы, безусловно, очень талантливый человек, и я вам хочу сказать огромное спасибо. Пожелать в дальнейшем, чтобы вы радовали не только сотрудников, вернее, жителей нашего города, но и через телеканал СТС на нашу страну. Величайшая благодарность СТС. Ну, я приблизительно ожидал, что... Ну, да, да. В общем, всех с Новым годом! И хочется сказать, радин был, радин есть, и извините, буду долго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я думал, там, ну, за творчество там ничего за что не дадут. Вот, ну, я рад, что я союзник и буду союзником всегда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Некоторые говорят, что настоящее телевидение – это только прямой эфир. Якобы все происходит на глазах у зрителя. Ничего не вырезано, ничего не смонтировано, а значит, показано все так, как было на самом деле, а значит, правда. Но мы с этим утверждением не совсем согласны, ведь правдивость происходящего зависит от людей, которые говорят в кадре и работают по ту сторону экрана. В феврале этого года мы запустили проект «Личная история». И как следует из названия, это были очень деликатные разговоры о самом главном – о детстве, о семье, о работе и о мечтах. Героинями цикла стали 10 известных курянок. Мы узнали, о чем мечтает член Олимпийской сборной России и какие цветы на дачу сажает голова города. Это были 10 невероятно интересных и искренних историй. Но одна нас поразила больше остальных своей непосредственностью и живыми эмоциями. Мы приглашаем на сцену победительницу в номинации «Искренность» – Лидия Девянина, директор двадцать пионеров и школьников города Курска. Лидия Григорьевна Девянина стала одной из участниц спецпроекта СТС «Курск. Личная история». Лидия Григорьевна с удовольствием вспоминала детство, как в первом классе за чрезмерную активность ее прозвали «Ракета-носителем», как она посещала все творческие кружки, как бегала на танцы на Красную площадь. В своей нынешней работе она старается быть внимательным руководителем, а дома – хорошей тещей. Передачу с участием Лидии Григорьевны посмотрели даже ее друзья в Израиле. И все, как и журналисты СТС «Курск» были впечатлены в первую очередь искренностью ее личной истории. Вручать диплом вам будет человек, для которого правда – это часть профессии. Мы приглашаем на сцену одного из ведущих журналистов газеты «Курская правда» Алексея Блинкова. Думаю, что это очень закономерно, потому что вы руководите таким замечательной организацией, которая собирает самое наше будущее. Поздравляю вас. Желаю вам и впредь быть всегда такой красивой, умной и искренной. Спасибо. Спасибо большое. Я не ожидала, конечно, когда получила приглашение участвовать в этой программе. Мне очень понравились номинации, которые сегодня придумал канал СТС. Вот я не хвалясь скажу, я и креативная, я умею работать в команде, но самое главное – у меня есть голос. И желаю всем вам в новом году иметь каждому, и всем нашим зрителям СТС, и всем жителям Курска, маленьким и взрослым, иметь собственный голос, ни трескучий, ни шипучий, радостный, веселый. И тогда все кругом будет казаться вечным праздником. С Новым Годом! Я в вашей программе очень благодарна за это поздравление, за участие в таком замечательном мероприятии, где я увидела очень много интересных друзей, и где за столом со мной сидят такие интересные люди. Спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok Давай возьмем друг другу руки и дальний путь на долгие годы. Мы часто стараемся заглянуть в творческие мастерские наших героев, ведь процесс бывает часто увлекательнее самого результата. И в этом году мы были в репетиционном зале у музыкантов, в студии фотографа и в мастерской скульптора. Телеканалу СТС Курск не часто приходится снимать сюжеты о съемках, но в этом году журналисты тележурнала частности стали свидетелями создания главного из искусств. Мы побывали на съемочной площадке фильма. Да, и фильм, за созданием которого мы наблюдали, пока не получил кинематографической премии. Пускай телевизионный от канала СТС Курск станет первой. Мы приглашаем на сцену победителей в номинации «Блокбастер» членов киностудии «Свобода» Александра Шахова и Алексея Назарова. Киностудия «Свобода» образовалась в 2011 году по инициативе пяти мальчишек, любителей игры «Сталкер». Эти ребята в камуфляже снимают настоящие боевики в заброшенных городских катакомбах. Каждый сам себе актер, монтажер и сценарист. Гримерная и костюмерная там, где бросили рюкзаки. Все они из простых семей и профессионально не обучались искусству кинематографии. Еще у них нет специального оборудования и определенной съемочной площадки. Полная свобода творчества ради одной цели – попасть на кинофестиваль. Ребят, мы поздравляем вас и очень хотим быть полезными. Вначале мы показывали фрагменты ваших фильмов в эфире, а теперь познакомим с важным человеком. И если у вас с собой есть пилотные версии фильмов, рекомендуем ему вручить. Для вручения премии в номинации «Блокбастер» мы приглашаем на сцену директора кинотеатра «Родина» Алексея Винокурова. Хочу пожелать вам, чтобы ваш блокбастер, либо другая номинация попала на большой экран большого кинозала. Мы знаем, что хорошие фильмы зачастую не требуют большого бюджета, а требуют большого таланта. Вы этим награждены, поэтому удачи вам и всего самого хорошего. Спасибо большое, СТС Курск. Постараемся оправдать, так сказать, будущие фильмы в новом году. Все будет. Хотя телеканал СТС Курск делает в основном развлекательные передачи, иногда мы тоже можем говорить о серьезном. Осенью этого года мы решили обсудить жизненно важные вопросы с теми, кто далек от стереотипов и предрассудков. А за ответами отправились в курские школы и детские сады. В проекте «Штаны на лямках» юные философы рассуждали о самом главном. Что такое любовь, почему взрослые мало улыбаются и кто достоин стать президентом. Мы узнали, что пенсия – это когда взрослым людям платят деньги ни за что, а еще что хороший муж должен поднять за одну минуту 15 гантелей. Всех ребят отличал оригинальный взгляд на жизнь, но номинации «Мыслитель» достоин самый яркий участник проекта. Мы приглашаем на сцену Даниила Сельцова, воспитанника частного детского сада «Под солнышком». Если устами младенца глаголит истина, то из уст Даниила Сельцова она звучит особенно интересно. Он стал одним из 20 участников проекта «Штаны на лямках». Для Даниила счастье – это возможность бегать по полянкам. Красивая девочка – та, у которой накрашены губы. Чтобы всем понравиться, говорит Даниил, нужно хорошо пахнуть. А на вопрос, на что потратить деньги, он перечислил целый список. Что купить? Купить разные розетки, новую батарею, сумки, одежду, игрушки, волки, музыкальный шар, лампы, люстры, одежду, всякие куртки, шляпы. Даниил, нам очень понравилось, как ты держишься в кадре, так что лет через 10, так чуть больше, ждем тебя к нам на работу. Правда, если ты не выберешь другой путь, который следует из названия твоей номинации, тогда ты станешь коллегой человека, который будет вручать тебе диплом. Для вручения диплома в номинации «Мыслитель» мы приглашаем доктора философских наук Евгения Арепева. Дорогой Даниил, поздравляю тебя с этим замечательным достижением. Пусть это будет вершиной для тебя и для твоих родителей, наставников, учителей. И пусть это будет ступенькой к дальнейшим успехам и достижениям. Спасибо. 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 Отки на студии «Свободы». С Новым годом, с новым счастьем, благ всех и радости, любви и счастья. Хочу пожелать, чтобы наступающий год лошади переносил только радостные вести, чтобы в нем происходили только светлые события, и пусть он будет полон радости, здоровья и удачи. С Новым годом, с новым счастьем. С Новым годом, с новым счастьем.